Юрий Игнац, спикер командования воздушных сил, вооруженных сил Украины, к нам присоединяется. Юрий, здравствуйте. Да, здравствуйте, доброе утро. Можете, если можете, какие-то подробности рассказать сегодняшние массированные ракетные атаки Российской Федерации? Мы знаем, что 18 ракет выпустили, 15 украинское БВУ успешно сбило. Куда целились? Расскажите, что известно. Ну, куда целились, мы видим по тем результатам попаданий российских ракет. Остальные, куда целились, слава богу, мы не узнаем, правильно? Потому что они сбиты. Это и есть успешная работа БВУ, потому что 15 ракет из 18 – это очень успешная работа, я скажу. К сожалению, не можем сбивать все 100% цели. Хотелось бы. Есть объективные на то причины. Ну, невозможно всю территорию Украины перекрыть наземными средствами. Если бы были самолеты, это было бы возможно. Я имею в виду самолеты. У нас же есть самолеты, так? Но были бы, я имею в виду, западные самолеты, которые могут эффективно перехватывать такие цели, как именно крылатые ракеты. Их мощные радары, мощное вооружение может их легко уничтожать. Ну, как легко? Эффективно, скажем так. Поэтому та работа, которая сегодня ведется, действительно, все силы и средства приводятся в готовность. Работает и истребительная авиация, которая на советских самолетах, имею в виду, слабо эффективна, но все равно даже летчики-истребители сбивают все же эти типы воздушных целей. И шахеды, и ракеты. Но основа основ все-таки это наземное ПВО, большое ПВО, БУК М1, С-300. Сейчас и западные образцы, вы знаете. Насамс работает, Айристи. Ну, есть уже и Патриот. Говорить о том, чем именно мы сбиваем, не будем. Так как враг, понятно, что будет следить за этой информацией и делать какие-то выводы, где у нас что находится. Вот, действительно, так. Юрий, судя по последствиям обстрелов, которые российские оккупанты осуществляли утром, ночью сегодня, они изменили тактику этих обстрелов и, видимо, отказались от того, чтобы повреждать энергетическую инфраструктуру Украины. Так ли это? Есть ли у вас информация, понимание того, что означает это изменение тактики? Ну, я понял. Нельзя утверждать, что они от чего-то отказались. Целями будут объекты критической инфраструктуры, это однозначно. Что попадает в перечень объектов критической инфраструктуры, это могут быть как объекты энергетики, топлива энергетического сектора, также могут быть и другие объекты, которые серьезно повлияют на техногенные какие-то вещи и так далее. Есть гидротехнические сооружения, предприятия, которые могут иметь особую важность. Также военные объекты. Поэтому враг использует все есть в списке приоритетных целей. Есть номер самый главный, и немного поважнее. И, соответственно, планируя эти удары, в соответствии с теми задачами, которые высшие руководства не будут эти удары наносить. Почему вот, ну, говорят, что самолетов было сегодня 9 Ту-95, 2 Ту-160. Если посчитать по подвескам, которые есть носителем для ракет, там ракет могло быть и около 100. Если посчитать 9 самолетов умножить на 8 ракет Ту-195, и Ту-160 в два раза больше ракет, до 16. То мы видим, что оккупанты использовали самолеты, ну, фактически по одной ракете, только выпустили с каждого. Это делается с целью чего? С целью тренировки летного состава. Потому что летчики постоянно требуют тренировки как простых полетов, так и с имитацией нанесения ударов. Ну, в этот раз имитации не было. Был нанесен удар, но было использовано такое количество самолетов всего для 18 ракет фактически. Вот поэтому враг и использует... Не скажу, что это какие-то новые тактические приемы. Запускают, в принципе, ракеты в основном с Каспийского региона. Но признаки того, что действительно у них нет, было бы больше, запускали бы больше. Правильно, есть у них возможность выпустить именно это количество. Они его выпускают. Враг коварен, и ждать от него чего-то, какого-то жеста доброй воли не стоит. Стоит готовиться усиливать ПВО, ожидать решения, посетив по самолетам, по F-16, которые могут противостоять этим видам угроз. А вот последние две атаки, они ночью были совершены. Вот насколько сложнее украинское ПВО работать ночью, чем днем? Ну, видите ли, днем есть визуальная привязка к цели. Хотя для ПВО, для большого ПВО, имею в виду, для комплексов, у которых есть радары, которые видят эти цели, все равно цель на радаре. То есть тут усложняет ее видимость, то, что цель может просто низко опускаться и использовать там русло рек или рельеф местности, то есть пропадать на пути своего полета именно с радаром. Это усложняет действительно. А в принципе, ночь-день для большого ПВО, скажем так, не особо играет роль. Оно играет для тех, кто пытается уничтожать ракеты с визуальной привязкой. Это операторы ПЗРК, операторы зенитных установок. Это в составе мобильных огневых групп. Вот им нужно лучше видеть цель. Поэтому и коэффициент сбития, то есть процент сбития все-таки за большим ПВО, который у нас работает. То есть очевидно, что Россия еще преследует цель такого террора мирных граждан, для того, чтобы среди ночи сеять панику, для того, чтобы среди ночи люди, не знаю, вставали, бежали в укрытие или не бежали, и потом в результате страшные жертвы, как мы знаем, в Умане. Да, видите ли, раньше они, когда планировали и наносили удары по нашей инфраструктуре, они использовали ночные удары шахедами, то есть скрывали ПВО, фактически, увидели, где ПВО работает, где не сработало, то есть у них же есть привязка к своим БПВ. Ну а уже с утра наносили удары ракетами, уже светлую пору добы, да, вот они видели и, возможно, проводили таким образом и разведку, так, чтобы было видно визуально, да, куда они что попали и как они нанесли ущерб. Вот, сейчас же удары наносятся в разное время суток, могут быть и ракетами воздушного, и ракетами морского, и наземного базирования. Вопрос в том, сколько они могут себе позволить сейчас использовать ракет, на каком направлении и для каких целей, так как раньше цель была, очевидно, уничтожить энергетику украинскую, погрузить нас во тьму, осенне-зимний период. Но эта цель не осуществлена. Стратегический запас ракет исчерпан, осталось то НЗ, которое есть, они пополняют там некоторыми путями, получают запчасти, видно, что ракеты и осенью изготовлялись, довольно-таки недавно и зимой, по тем запчастям, которые мы видим, сбитых ракет. Поэтому производство у них будет идти, но восстановить то, что уже выпущено, очень быстро не получится. Юрий, уточню, известно ли, есть ли понимание, от кого получает Российская Федерация составляющая для ракет, которые она запускает по Украине? Ну, думаю, от дружественных стран, с которыми Россия ведет и коммерческую деятельность, то есть экономические связи, политические связи, возможно так, мы знаем все эти страны. Ну, а также не забывайте, что деньги не пахнут, путем контрабанды и договорняками разными с странами, в том числе и европейскими, не исключено так, и странами там Востока. Россия, в принципе, никогда не придерживалась законов, законов каких-то там и так далее. Обход санкций, я думаю, возможен разными вот этими путями, которыми Россия очень хорошо умеет управлять. Не могу у вас не спросить о том, что сама Российская Федерация, видимо, потеряла контроль над собственным воздушным пространством, потому что очень часто вот эти хлопки, так называемые, звучат на территории Российской Федерации, либо на временно оккупированных территориях ею Украины. Я сейчас имею конкретно в виду Автономную Республику Крым, Белгород, Белгородская область, Брянска, Курска, беспилотник вот даже в Московской области недавно, да, обнаружили. Что случилось? Ну как что случилось? Российское ПВО, надо признать, оно одно из лучших в мире. Ну, давайте не будем говорить, что оно плохое. Есть просто российское, как там, рукошлепство, как они там себя называют, и так далее, на авось, ну, и так далее, и так далее. Ну, и плюс, хочу заметить, что БПЛА, это в этой войне играет вот ключевую роль, как ни крути, и артиллерия использует, да, все используют, сегодня силы обороны Украины, все используют БПЛА разных типов. И БПЛА не такая простая цель, как кажется, вроде и летит небыстро, да, и видим на радарах, а сбить его не так просто, как кажется. И да, Россия сосредоточила большую группировку противовоздушной обороны на линии боевого столкновения. Большая группировка есть и в Крыму, но чей-то БПЛА залетел и все-таки дошел к цели и привел к такой баловне, как мы все видели. Поэтому БПЛА будет все далее и далее развиваться, это отрасль, она и в наших оборонцах занимается, и многие сами уже мастерят разных типов, они будут только усиливаться, увеличиваться, и нам нужно как БПЛА ударного типа создавать для нас, так и БПЛА, так и средства, которые могут противодействовать атому. Вот эти установки, которые сейчас, Skynex, кажется, поступают, вот были бы они большего радиосодействия, вообще было бы прекрасно. Ограничения по дальности на нашей большой территории, к сожалению, не позволит их так использовать. Нас, будут прикрывать только объекты в основном инфраструктуры, самые важные объекты, оружие, последние надежды, как говорят, когда все пропустили, а вот тут уже на подлете к объекту этот комплекс может выпустить ряд снарядов, и они просто не дают шанса, они кембеповы. Услышали вас? Да, спасибо вам. Принципы работают и гепард немецкий, который уничтожает. Спасибо вам большое за информацию. Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил, вооруженных сил Украины, говорили о сегодняшней российской атаке ракетной. 18 ракет Россия выпустила по Украине, 15 из них уничтожила украинское ПВО. Продолжение следует...